На ИКС продолжается телемарафон выбор Севастополя. По последним данным, свою гражданскую позицию выразили более 30% жителей нашего города. Причем сделали это и те, кто по разным причинам не мог посетить избирательный участок. О том, как севастопольцы голосуют на дому, говорим с председателем избирательного участка номер 134 Юлией Кутлеевой. Здравствуйте. Добрый день. Юлия, мои коллеги наблюдали за тем, как выборы по вашему участку проходили на дому, но и по участку номер 92. Об этом есть сюжет. Давайте его посмотрим до начала. Юлия Несудимова живет в Севастополе с 72-го года. С того времени голосовала на каждых выборах. После инсульта, который случился несколько лет назад, самостоятельно добраться до пункта теперь не в состоянии. Женщина не ходит. Однако про свой гражданский долг забывать не собирается. На дому уже голосует во второй раз. Юлия Несудимова живет в Севастополе. На дому голосует несколько тысяч человек. За каждым участком в среднем закреплено от 20 до 50 маломобильных избирателей. Специальные члены комиссии посещают каждого. С самого утра они прошли инструктаж, взяли с собой мобильную урну, бюллетени и отправились по адресам своего списка. Мы приходим к человеку домой. Человек или сам, или с нашей помощью пишет заявление о том, что он голосует на дому. Ему выдаются вюллетени. Он голосует, опускает их в урну. Вся сложность в том, что иногда бывают вот такие закрытые подъезды на ключи, люди не открывают. Иногда просто люди к домофонам не подходят. Домофоны отключены. Много всего, из-за чего происходят задержки. Голосуют на дому также жители частного сектора. Фёкла Ракович 88 лет. Ещё пару лет назад ходила на выборы самостоятельно. Но сейчас женщине трудно передвигаться. Поэтому подала заявление на голосование вне избирательного участка. К тому же дома есть возможность следить за последними новостями по телевизору. Фёкла Ракович уверена, выборы как раз и существуют для того, чтобы изменить жизнь простых людей к лучшему. Чтобы было всё будущее. Мы-то уже отжили своё. Надо молодёжью жить. Надо, чтобы молодёжь правильно выбирала и правильно действовала. Чтобы работали хорошо. Чтобы жизнь была прекрасная. Молодёжь. Чтобы молодёжь себя чувствовала свободно. Вот, кругом. Чтобы было интересно. Интересная жизнь была. Чтобы не так, как мы прошли тяжёлое время, тяжёлую жизнь. А надо, чтобы была лёгкая. К примеру, на избирательном участке номер 92 из более чем полутора тысяч зарегистрированных жителей 28 подали заявление для голосования на дому. Если для каждого избирателя проголосовать, значит, исполнить свой гражданский долг, то для членов комиссии главная задача – помочь в этом людям с ограниченными возможностями. Пожилому человеку нужно внимание. Нужно общение. Нужно время, чтобы человек подумал, размыслил. Все со слезами могут встречать и плакать и прочее. Поэтому к этому надо отнестись очень внимательно. Эти люди, почему они должны свой голос отдать? Они свой голос отдают уже осмысленные. В избирательной комиссии уверяют, ни один человек с ограниченными физическими возможностями без внимания не остался. Присоединиться к единому дню голосования смог каждый. Ярослав Данилов, Анна Леготина, Виталий Коломеец, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. Юлия, расскажите, кто имеет право голосовать на дому? На дому имеют право проголосовать, в общем-то, любой гражданин по уважительной причине. Чаще всего это маломобильные граждане. Их даже нам официальные подают территориальная избирательная комиссия. И далее участком выявляются граждане, которые, в общем-то, по возрасту не могут прийти, по плохому самочувствию своего здоровья. Чаще всего это пожилые граждане. Вот и в сюжете речь шла о списках. Как эти списки составляются? Список составляется на основании первого списка. Это данные от территориальной комиссии. Это зарегистрированные официальные инвалиды. И второй список к нему дополняется. Это обращения устные или письменные в участковую избирательную комиссию от граждан. Они чаще всего звонят или самостоятельно, или же за них такие данные подают соседи, родственники, друзья. Вот, в общем-то, все. То есть это нужно было делать заранее? Да, заранее. И, включая сегодняшний день, до 14.00 мы принимали такие обращения. А как проходят выборы на дому? Выборы на дому проходят. В общем-то, мы, как уже посмотрели в сюжете, комиссия, объявляется, что комиссия по голосованию на дому выезжает. То есть это часть участковой избирательной комиссии? Это часть участковой избирательной нашей комиссии, это наши члены комиссии. Чаще всего в составе двух человек. И также к ним присоединяются наблюдатели по желанию. Ну, в данный момент, сегодня у нас присоединились два наблюдателя. Ну вот, в сюжете говорилось о трудностях, да, с которыми приходится сталкиваться, в том числе, вот, двери и еще такое. А психологический фактор, вот здесь есть какие-то трудности? Да, есть такие трудности. Как участковая избирательная комиссия, психологический фактор, то есть это очень большая нагрузка на дежурных членов избирательной комиссии по приему и обработке этой информации, так и, в общем-то, самих избирателей. Потому что в течение целого дня они дожидаются нашу комиссию. Здесь, конечно, им сложновато. Каждый хочет, чтобы его не забыли и к нему обязательно пришли. Но в связи с этим мы не можем, прям, вот, по заявкам наших граждан, есть своего рода расписание для удобства участковой комиссии, и вот, членам выездные два человека, им составляется маршрутный лист, по которому они поедут. То есть, соответственно, это один дом, потом второй, потом третий, ну, то есть все по порядочку. Ну, в общем-то, и те, кто в последнем доме, они, конечно, дожидаются. Ну, вот, на вашем участке сколько было таких человек, которые голосовали на дому? У нас по реестру 44 избирателя, подавшие заявки. Всех удалось обойти или еще нет? В данный момент у нас 70% избирателей проголосовало на дому, и еще 30% сейчас, на данный момент, на данную минуту, продолжается голосование. Избирательная комиссия работает, каждого обходит, каждому зайдет и проголосует граждане обязательно. А во время обучения членов избирательной комиссии есть ли там какой-то раздел, вот, касаемо именно голосования на дому, поскольку люди это чаще всего пожилые, да, и у них своя специфика? Ну, как таковой особого, конечно же, нет раздела, то, как необходимо общаться с гражданами такими. Но, конечно же, из числа членов участковой избирательной комиссии выявляются двое самых ответственных, самых спокойных, самых терпеливых наших, в общем-то, сотрудников, которые отправляются на выезд, потому что все-таки это нагрузка, тяжело и необходимо все перенести. Ну, а в целом, сегодня осталось чуть больше часа до закрытия участков, да, на вашем участке номер 134. Как обстановка была? Было очень даже активно какое-то время. В общем-то, местами люди то приходили, то было небольшое затишье. Комиссия успевала немножечко передохнуть. В общем-то, все тихо прошло, без происшествий, все замечательно. Я очень довольна с членами участковой избирательной комиссии. Ну, и еще один, можно маленький момент, хотела выразить огромную благодарность как раз на тематику пенсионеров и людей, голосующих на дому. Нам помогает каждый год председатель первичного отделения ветеранов. Она каждого человека знает в лицо, который голосует на дому. Вот эти ветераны, пенсионеры, и спасибо огромное, Магиревич Валентине Филипповне, за то, что она нам каждый год еще помогает вот этими данными. Она нам сама их приносит, и мы уже, в общем-то, работаем над этим. Ну, то есть, делается все для того, чтобы проголосовать. Да, да, все для них, конечно, обязательно. Ну, вот и касаемо, опять-таки, явки. Многие говорили, что, допустим, утром голосуют люди старшего возраста, да, молодежи, как таковой, не видно. Это, может быть, попозже появляется, а у вас так и есть, да? Да, эта статистика, в общем-то, она сохраняется, так оно и есть. Возможно, выходной день, молодежь еще хочет немножечко отдохнуть, а все-таки люди старшего возраста, они очень, я бы сказала, ответственные. Они приходят пораньше, в 8 утра прям открывается дверь, прям вот в 8 утра. А много молодых было? Да, в общем-то, у нас на избирательном участке сегодня даже 15 человек проголосовало впервые. Они были поздравлены, аплодисментами всей нашей комиссии, и, в общем-то, вручили мы им блокнотик, ручку. Мы очень довольны, что они пришли, и будем надеяться, что они будут приходить и далее. Ну, торжественность момента они, конечно, ощутили. Конечно, ощутили, они были и смущены, и очень обрадованы, то есть здесь это было все подмечено. А сколько всего в списке участковой избирательной комиссии? У нас на данный момент 1887 избирателей. Из них пришли на это время на участок? На это время, конечно, 50% еще не пришло, примерно 45%. То есть, возможно, еще за час кто-то вспомнит, что нужно проголосовать, я очень надеюсь. Ну да, желательно, чтобы, конечно, люди проголосовали как можно в большем количестве. Что ж, Юлия, спасибо, что пришли к нам в студию, поделились свежей информацией. Ну и будем ждать результатов выборов. Спасибо еще раз, что пришли. Спасибо большое. Напомню, о голосовании на дому говорили с председателем избирательного участка номер 134 Юлией Кутлеевой. Оставайтесь вместе с нами на информационном канале Севастополя. Увидимся.